Программа «Код доступа». Самое страшное событие этой недели – это катастрофа в Ростове, самолёт авиакомпании «Флай Дубай». Страшное напоминание, что мы все ходим под Богом. И хотя очень рано говорить, в общем, предварительные данные, конечно, выглядят не очень хорошо для репутации компании, потому что хотя это первая катастрофа за всё время её существования, всё-таки всё предварительно говорит о том, что это была вина пилота, потому что сильный боковой ветер, садиться было опасно, самолёт аэрофлота, садившийся, тут же сделал три круга и улетел, самолёт чешских авиалиний улетел, а этот дубайский лоукостер кружил два часа и на втором круге разбился. За два часа можно долететь куда угодно. Понятно, что там мёдом было намазано, что там было такое важное в ростовском аэропорту. Там были пассажиры, там была стыковка, там был следующий рейс. В общем, это такое экономически выгодное поведение, похожее на то, которое ввело в августе 2006 года пассажиров авиакомпании «Полква» под Донецким, когда Ту-154 решил взлететь выше грозы, потому что экономил топливо. Там говорят, что с самолётом что-то было не в порядке, то вот если прослушать внимательно разговоры с диспетчером, то видно, что пилот волнуется меньше, чем диспетчер, который плохо говорит по-английски. Конечно, совершенно непонятно, почему аэропорт принимал самолёт. И, видимо, об этом волновался диспетчер Юлия Латынина код доступа. И вот на этой неделе вдруг фигак оказалось, что мы выиграли войну в Сирии. Удивительная и самая замечательная, я думаю, что даже не за неделю, а за месяц события, безусловно, положительная, если мы её выиграли, и даже, безусловно, положительная, если вы просто из Сирии убрались. А вот сейчас усиленно распространяется слух, что за три дня типа все в кремлёвской администрации знали, что войска из Сирии уходят. Слух – это очевидное враньё, потому что достаточно посмотреть на изумлённые рожи Шойгу и остальных товарищей, которым вот Путин сообщает, что мы выиграли войну в Сирии, что мы оттуда уходим, причём с завтрашнего дня. Ну, я уже не говорю, что наши пропагандоны бы подготовились как-нибудь получше, обставили бы, рассказали бы, что вот мы там одержали убедительную победу. И, в общем, самое главное, про причину вывода войск из Сирии заключается в том, что мы не знаем этой причины. Вот это, пожалуй, даже важнее самой причины. Фигак вывели, фигак вывели. Но демократическая страна, она не может себе позволить внезапных изменений политики. Это как раз признак авторитарной стороны, которая сегодня воевала с океанией, а завтра оказывается, что она всегда с океанией дружила. Что касается непосредственной причины, я вообще-то убеждена, что там была конкретная причина, которую сломала спину осла, и мы её пока не знаем. Она, может быть, выплывет. Вот все резоны, которые сейчас приводят, они, на мой взгляд, неверны, не в том смысле, что они неправильны, они как раз правильны, но они составляют некий информационный фон, на котором принималось решение. Знаете, вот как это часто бывает, что накапливается какая-то сумма фактов, она является фоном, вдруг падает соломинка, и вся картинка переворачивается. Вот мой коллега Сергей Пархоменко высказал вчера странную гипотезу о том, что причиной непосредственной было интервью Обамы журнала «Атлантик». Действительно совершенно поразительное интервью, в котором Обама говорит, что Путин всё-таки не совсем глуп, что он понимает, что в целом позиции России в мире существенно ослабли, что то, что он вторгся в Крым или пытается удержать ас, это не делает его внезапно важным игроком, вы не увидите его ни на одной встрече, где определяется повестка. И очень важные слова ещё Обама сказал об Украине, что это реакция на усказание государства сателлита из-под его контроля, и что представление, что Россия каким-то образом сейчас находится в более сильной позиции в Сирии или на Украине, чем она была в отношении на Украину или размещении военных в Сирии, это цитирую фундаментальное непонимание природы могущества в международных отношениях и вообще в мире. Подлинное могущество означает, что ты можешь получить желаемое, не прибегая к насилию. Россия была гораздо более могущественной, когда Украина выглядела независимой страной, но на самом деле была клиптократическим режимом, который можно дёргать за ниточки. Цитата закончена. В общем, убийственный анализ Обамы, к которому не прибавить, не убавить, действительно, может быть, это был один из факторов, но вообще можно обратить внимание, что внешняя политика России уже несколько циклов как строится примерно по одному принципу. Сначала происходит нечто, что вызывает раздражение Путина. Вот в Кремле кажется, что нас обидели, что нас недостаточно уважают, потом вокруг этой обиды начинает нарастать такой сложный идеологический нарыв. Вот типичная история Турции. А главная проблема с Турцией была в том, что Турция оказалась строить газопровод «Голубой поток». Это было унизительно обидно. Путин публично заявил после переговоров с Эрдоганом, что если Европа не хочет строить «Южный поток», то на ксю-выксю мы зароем деньги в Турции, чтобы, то есть, взорвавшуюся эту Европу поставить на место. И вдруг после этого сразу Эрдоган заявляет, что ничего не достигнуто, что будет строиться или нет, неизвестно, вообще все это зависит от скидки на газ. Это было унизительно. Так приличные люди не поступают. Вот европейцы так не поступают. Когда Путин выходит там с переговора с Меркель и вдруг заявляет что-то о чем-то Меркель не сном, не духом, вот Меркель никогда после этого публично сразу Путина не опровергала, что он что-то не так сказал. Вот, на мой взгляд, это публичное унижение, которое тогда устроил Эрдоган Путина, было главным драйвером всех наших последующих действий. Мы пытались доказать Эрдогану, что так приличные люди не делают. В значительной степени и заход в Сирию являлся, которая является областью интересов Турции, в том числе, да, в какой-то там пятой позиции, был для того, чтобы Эрдоган понял, что Путина надо уважать. Вот полеты наших самолетов над крошечным куском Турции с целью бомбежки этнических турок, вот это все тот же пацанский способ объяснить, что Эрдоган не прав, что по газу надо договариваться, что вот если он скажет, да, по газу, то и Сирию правильно разделят, и вообще все. И вот это раздражение парклятыми турками все нарастало и нарастало, потом фигак избили наш самолет, и тут внезапно выяснилось, что все турки козлы, и, конечно, там они все в Кремле накручивали сами себя, и это не значит, что их чувства были неподлинные, но это значит, что их чувства были очень своевременные. Вот абсолютно та же история, кстати, у нас, если никто не заметил, происходил последний месяц Ирана. Несколько раз Россия публично и громко заявляла, что вот-вот в России состоится встреча стран ОПЕК, будет принято решение об ограничении добычи нефти. Несколько раз министры стран ОПЕК говорили, что нет, не состоится, если не в России, то там в Дубае, больше всего опровергал Иран, который заявлял, что не будет ограничивать добычу. И параллельно развивались, между прочим, наши отношения с Ираном в Сирии, а ведь там предполагалось, что наступать в наземной операции будет Хизбалла, будет корпус стражи исламской революции, а они, естественно, не наступают. Сейчас скажу несколько вещей про сирийскую операцию, которую, будем надеяться, заканчивает. Вот, на мой взгляд, чего не играло роли в этом решении. Первое. Никакой роли не играло решение о цене этой операции. К тому же она не такая дорогая, это вам не Афганистан, и даже с плохой экономикой мы бы, в общем, выдержали сирийскую операцию. Любая Олимпиада и там любые, скажем так, близкие Путину товарищи могут за месяц гораздо больше устроить. Второе. Не важно, на мой взгляд, от России судьба Асада. Вот я думаю, что Путин ни нафиг не озабочен сохранить Асада, но вот не больше, чем сохранить Януковича. Что Асад для Путина это как Надежда Савченко. Это заложник, на которого что-то можно разменять. Вот все наши усилия по сохранению Асада это на самом деле операция по набиванию ему цены. Вот мы Асада продавали, как слона в том анекдоте. Помните, какой замечательный слон, какой замечательный слон, а если нет, то с таким настроением ты слона не продашь. Да вот мы с хорошим настроением продавали слона. А еще раз, да, мы можем описать только фон, на котором происходило это крайне внезапное решение. Фон этот такой, когда Путин ввязывался в войну, то она с самого начала замышлялась, как идеальная гибридная война. Война в Украине все-таки имеет некоторые недостатки, потому что там было некоторое содержание для русского человека и Украины близка. А вот в этой сирийской войне имело место только две вещи. Первая картинка на экране телевизора, и вторая, на что ее можно разменять на Западе, ну, а также в десятой итерации в Турции, на Ближнем Востоке и в Иране, чтобы все с нами заговорили. И при всей гибридности этой войны все-таки, чтобы что-то было менять, нужны были победы. Предусматривалась короткая кампания, в ход которой будет ликвидирована вся антиасадовская полиция, освобождена Леппо, а дальше, заметим, американцам уже придется разговаривать, хотят они и не хотят. Это будет вот такой контраст, на котором Путин решил сыграть. Вот западная коалиция, беспомощная, которая все обсуждает, вот как крутая Россия пришла и всем надавала по соплям. Уж когда надают по соплям, придется договариваться. И вовсе при этом не обязательно сохранение Асада, еще раз его можно продать. Но это будет большой-большой товар, он будет очень-очень дорого строить. И вот все это накрылось медным тазом, потому что победы нет. Есть бомбардировки в белой светке в копеечку. Если разделить там 1700 уничтоженных боевиков, о которых мы заявляем, на количество самолетовылетов, то даже если забыть о попутно гражданских жертвах, получается там по 6 самолетовылетов на боевика. Ну, такой вообще философский вопрос, что как-то вот нынешняя война, она стала значительно дороже. Ну, 6 самолетовылетов на боевика. Плюс заметим, что Путин очень хорошо учел вороки Афгана. А Афганистан ведь на чем погорел? Когда российские войска вели кровавые наземные операции, а потом еще все это приписывалось с нашим афганским, в кавычках, союзником Царандою, которые во время этих операций стреляли нам в спину. И мораль солдат, соответственно, была не на высоте. А когда мораль солдат не на высоте, воевать сложно. Вот, конечно, Путин хотел все устроить наоборот, что на земле будут воевать Хизбалла, Сирия, стражи исламской эволюции, иракцы будут воевать. Ну, а мы будем только собирать дипломатические победы и обеспечивать авиационное прикрытие. А дальше подогазалось, что наша несостоявшаяся коалиция, практически несостоявшаяся с Ираном и прочей публикой, это еще хуже, чем западная. Потому что, может, американцы и французы сложно договариваются между собой, но уж если они договариваются, они хоть выполняют договоренности. А договориться с Ираном, ну, после этого с обе стороны расходятся очень довольные, что они облапошили друг друга, и что каждый из них будет воевать за другую. Вот вы знаете, как Израиль выиграл войну 48-го года? Я ничего не говорю, это была очень доблестная война со стороны Израиля, но он выиграл войну, потому что это была война, которую он вел с коалицией арабов, которые непрестанно врали. Потому что Иордания во время этой войны флилась, что уже дошла до голландских высот, Сирия в этот момент врала, что она уже взяла Иерусалим, и вот это тотальное войне, войне, без обиды насчет армии обороны Израиля, которая тогда создавалась. Вот это тотальное вранье было главный фактор, и тотальное вранье, я думаю, сейчас в Сирии тоже был главный фактор от того, что ничего с военной точки зрения не произошло. Еще раз повторяю, это был фактор, это не причина, это был фон. Опять же таки, Путин хорошо выучил афганские уроки, и все в Кремле помнят, что Афганистан был обречен, когда США стали поставлять стингеры, и когда кончилось советское господство в воздухе. Вот это еще в большей степени касалось сирийской операции, которая вся была в воздухе. Собственно, она оставалась компьютерной картинкой, ровно пока российские самолеты летают, и это такая совершенно телевизионная история. И вдруг почти одновременно, во-первых, саудиты заявляют, что будут поставлять новые, более совершенные ПЗРК, и одновременно сбивают первый самолет, говорят сначала повстанцы, что это советский бомбардировщик Су-34, мы утверждаем, что это сирийский МИГ. Ну, допустим. Но опять же, да, это уроки Афгана, то есть в Кремле начинают задумываться, что будет, если будут сбиты российские самолеты, и главное, как потом договариваться с саудитами по той же нефти. Вот военная составляющая, конечно, была очень велика в этом решении, и с военной точки зрения решение Путина сейчас оптимально, потому что он вывел некоторую часть российских войск, он может в любой момент ввести все это обратно, он оставил там С-400, то есть он обеспечил бесполетную зону, которая прикрывает Асада, то есть никто с запада на Асада, на нашего разрешения не полетит. Ну, с земли это другое дело, но с земли, если это будут наступать, это будут тогда уж точно не американцы. Ну, плюс еще, наверное, взрыв 13 марта в Анкаре, который еще более увеличивает риск прямого вмешательства Турции, а если Турция войдет в войска в Сирию, ну, что дальше получится с учетом наших нынешних отношений с Турцией? У нас что получится? Конфликт военный со страной НАТО? То есть лучше было бы уйти до этого. Ну, это военная часть взаимоотношений, не военная часть резонов, это взаимоотношения Путина с США и Европой. Как я уже говорила, это была вот такая блестящая интрига. Вернуться в мировую политику через войну в Сирию, сказать этим слабакам, что мы воюем с ИГИЛ, поменять Сирию на Украину, под предлогом войны с ИГИЛ раздолбать умеренную оппозицию, а дальше договариваться насчет Асада. Хотите снимать Асада, договаривайтесь с нами, мы вам Асада, вы нам санкции. А когда оказалось, что никто на это особо не повелся, а военных успехов, которые заставили бы разговаривать, нет, вот эта первоочередная цель накрылась. Кроме первоочередной цели, я думаю, у Кремля было в Сирии две второстепенных, тоже очень важных, не следует думать, что в Кремле их не замечали. Вообще Путин очень хорошо играет в геополитику, которую он понимает как разновидность наперсточничества. Он просто не задумывается над тем, почему ни одно приличное государство в мире больше в эту самую геополитику не играет. Вот две эти важные цели были Иран и Турция. Оба государства являются региональными державами, для которых Сирия является областью их естественных интересов. Ввод наших войск в Сирию означал, что у России в Сирии появляется позиция, на которой она может что-то разменять с Ираном и Турцией. И, соответственно, когда накрылась медным тазом Турция, хотя я уже, насколько я понимаю, там уже чуть ли не договорились, там уже вот просто чуть ли не обнимались, что, мол, если Турция вводит войска в Сирию, то ей действительно кусок достался. Ну и накрылся Иран, потому что, как я уже сказала, Иран добычу не снижает, а корпус сража Исламской революции не воюет. О чем договариваться? Ну вот в итоге отказалось, что мы в Кремле офигенно играем в наперстки, и мы бы всех обыграли на раз, но вот проблема с нами, никто не захотел играть. Мы вышли на рынок торговать Ассадом, у нас было 4 потенциальные покупателя, Америка, Европа, Турция, Иран, ну в крайнем случае, да, вот эти вот. И все 4 покупателя отказались покупать у нас Ассада, и мы не можем набить ему дополнительную цену. Ну и, наконец, был важный резон переключить внимание ватников с войны в Украине на победы в Сирии, это переключение удалось. С самого начала было ясно, что в отличие от Украины войну в Сирии можно закончить в любой момент, объявив ее победой. Вот это удалось, но, собственно, это и есть сейчас самая большая проблема. С кем же мы будем воевать, если мы океанию победили? Вот это гигантская проблема, потому что внутреннее состояние российского общества таково, что оставить народ наедине с тяжелой экономикой нельзя. Население уже подсадили на иглу патриотизма, и врагов кругом. Банальный ответ заключается в том, что вдруг у нас будет обострение в Украине. Тут я предсказывать не буду. И единственное, что я повторю, что я убеждена, что вот все логические вещи, которые я говорила, они имели место при принятии решения. Они были фоном. А несмотря на фон и логику, сложилось абсолютно какое-то конкретное соломино, которое сломало спину осла, и сделало вот это вот изумленное выражение на лицах даже высших российских чиновников и воинных, когда они услышали, что мы, оказывается, победили в Сирии. И, собственно, в дополнение к Сирии случилось на этой неделе еще такое мелкое событие, которое, на мой взгляд, не менее поразительно, чем история Сирии. Я имею в виду историю с избиением Игоря Каляпина, главы комитета против пыток в Грозном. То есть, еще раз, было убийство Немцова, когда Путин был в ярости, потом он все это проглотил, потом были там разные обещания, обещания Рамзана Кадырова, что если без спроса приедут, было избиение журналистов. Путин, видимо, был в ярости, Песков разъяснял, что этих журналистов недопустим обид, возбудили уголовное дело, возбудили даже уголовное дело по грабежу. Собственно, журналисты были с Каляпином. Проходит неделя, ровно через неделю того же Каляпина избивают в Грозном. Что в переводе это означает? Правильно. Вы здесь никто. Вас здесь не стояло. Вот это, собственно, к вопросу об авторитете Путина. Тут у нас Сирия, вот тут у нас мы решаем международные проблемы, а вот тут, пожалуйста, через неделю ровно снова избивают того же Каляпина. Вот после кремлевских грома и молний. И, знаете, я как-то вот подумала, вот эта вот история с избиением Каляпина и другая история с Марией Шараповой, которую мне очень жалко и у которой приостановлено из-за этого злосчастного мельдония гигантское количество выгодных контрактов. Вот по случаю прерывания контракта с Форша компания «Вятский квас» предлагает ей быть лицом «Вятского кваса». Вот это не анекдот, это они правда предложили, и вот это реальность. Реальность заключается в том, что в Грозном избит Каляпин, и компания «Вятский квас» предлагает Марии Шараповой быть своим лицом. А в горнем мире, где живут у нас обитатели Кремля, там, конечно, мы все им показали, доказали и развели, и там мы снова вхожи в международное сообщество. И, кстати говоря, по тактическим показателям мы действительно снова вхожи в международное сообщество в том смысле, что с Путиным действительно снова разговаривают. Вот та ситуация, когда он в Австралии сидел за столом на завтраке один, и к нему никто не подошел, она кончилась. Но проблема-то заключается в том, что разговаривать – это одно, а иметь дело стратегически – это другое. С Ким Чен Ыном тоже разговаривают каждый раз, когда он говорит, что он сейчас устроит ядерную войну. Но это не значит, что Ким Чен Ын является уважаемым членом международного сообщества, потому что чем чаще он говорит про то, что он устроит ядерную войну, тем чаще с ним разговаривают, но тем более стратегически безнадежным становится его репутация и положение. И, конечно, вот история с этой непредсказуемостью России, еще раз, да, она показывает Россию как непредсказуемую силу, хотим ввели, хотим вывели, но стратегически она мало что добавляет. Истинная трасса неожиданная из Европы. Каждый нелегал, прибывший в Европу после 20 марта, отправится обратно в Турцию. Турция получит в обмен 3 миллиарда долларов. Об этом по итогу саммита и заявил председатель Европейского Совета Дональд Тоск, и, собственно, тут же стали мигрантов разворачивать, и в пятницу задержали уже более 1700 беженцев, и принимали участие силы береговой охраны, жандармерия, ВМС и так далее. Что это значит в переводе? В переводе это значит, что леваки, правящие Европой, поняли, что их политика по отношению к мигрантам уже угрожает их шансам быть избранными. Что они просто потеряют власть, что власть пропаганды не бесконечна, и сколько не промывая избирателю мозги, и рассказывая, какие беженцы несчастные, и как ты им должен. Это реакция на Марин Ле Пен, на Трампа, на победу изоляционистов, на последних выборов в Германии. И обратите внимание, а что же масс-медиа? Помните, с чего начался весь вопрос о мигрантах? А с страшных картинок в 2013 году, кораблекрушение острова Лампедуза сначала одно, потом второе. Все абсолютно министры европейские высказались о мигрантов, высказался даже генеральный секретарь Омпан Гимон, который сказал, что права человека, что мы должны предотвратить подобные случаи в будущем, в перерыве, это означало грузить эмигрантов бочками, всех примем и на всех потратим деньги. Вот на всех каналах это было. Лоски, которые тонут, мальчик, который лежит в полосе прибоя. И, конечно, все это абсолютно било по душе, потому что мальчика, лежащего мертвого в полосе прибоя, безумно жалко. Но если подумать логически, то чем больше мигрантов принимать в Европе, тем больше мальчиков будет лежать в полосе прибоя, потому что они будут стремиться в эту Европу, а поскольку Европа не резиновая и всех вместить не может, то вот они будут как раз и погибать. И вот, собственно, надо сказать, когда я посмотрела эти картинки, меня еще тогда волновала еще одна мысль. Помните, после Второй мировой войны Европа выдала несколько миллионов русских, которые сбежали от сталинского режима? Выдавала она их на верную смерть. Просто это было известно, писали сами европейцы, мы знаем, что мы их выдаем на верную смерть. Там были жуткие сцены. Там люди убивали свои семьи, а потом перерезали горло себе. Люди стрелялись, люди умоляли, плакали, там их гнали чуть ли не автоматами. Вот где масс-медиа были тогда. Эти люди, кстати, были готовы работать, пособия они не просили, и, видимо, это была их проблема, что они не просили пособий. Вот в сентябре еще, совсем недавно, 2015 года, был скандал во Франции. Мэр города Безье, Робер Минар, был объявлен фашистом, его на телеканале «Франц де Полоскале», что сделал мэр города Безье. Он прошел по домам, которые насильственно, самовольно были захвачены сирийскими нерегалами, и он даже не выкидывал беженцев из этих домов, он просто говорил им, вы понимаете, что вы незаконно заняли жилище, за которое, в общем, кто-то другой заплатил. Причем никто их не выгнал, ни один беженец не пострадал, но во всех, соответственно, репортажах нелегалов, которые захватили, взломали двери в квартирах и в них захватили, называют разместившимися в свободном жилье, ну, в общем, действительно, ну как можно? Ну вот шел человек, видит, дом пустой, он туда сломал дверь, заселился, ну, может быть, еще что-нибудь прихватил. А тут, в общем, какой-то мэр-фашист говорит, что как вы смеете это делать? Вот, кажется, это было только в сентябре, а с тех пор была Марин Люпен, и с тех пор произошел вот этот поворот. И все, что происходило в части восприятия Европы беженцев, заметим, еще раз повторяю, было при неустанном давлении прессы. Любой отказ отдать последнюю башку человеку, который при этом называет тебя неверным и устраивает тахаруш на новогоднюю ночь в городе Кёне, это воспринималось как фашизм. И вот то, что произошло, это вот плата за тот самый кернский тахаруш, который, да, не прошел безнаказанно. Да, конечно, будет и Гардиан по привычке что-нибудь напишет, еще масса левой прессы что-нибудь напишет. Но я вас уверяю, что, судя по тому, что можно предсказать, не будет по поводу этого решения ЕС такой гигантской компании, как была в 2013 и 2014 году. Ну, самое главное, это же не решение. Самое главное, это на том, насколько государство настроено его выполнять. Вот я думаю, что в данном случае у государства будут немножко более развязаны руки. В этом смысле у меня только один вопрос. Вопрос как раз к российским властям. Вот у меня вопрос, когда то же самое дойдет до наших российских властей, которые любят очень показывать пальцем на Европу. Нам что мешает запретить въезд из Средней Азии? Уже все забыли, не говорят об Акуловой, с ее отрезанной головой ребенка. Уже все забыли и вообще не говорили о банде ГТА. Вот сколько еще отрезанных голов ребенка нужно Кремлю, сколько еще убитых на дорогах водителей нужно Кремлю, чтобы сделать элементарную вещь, даже не запретить въезд из Средней Азии, просто ввести визы. Вот у нас войска в Сирии, оказалось, что можно вывести за одну секунду. За сколько секунд, сколько секунд нужно Владимиру Владимировичу, чтобы подписать бумажку о режиме въездном с визами со Средней Азии. До встречи через неделю.